привет мои хорошие и очередное видео на тему удобрений это наверное тема будет неисчерпаемой которую можно рассказывать и рассказывать и сегодня поговорим о том как часто их надо вносить потому что много переписываю с разными людьми много читаю в сообществах орхидейных кто как что делает чьи-то вопросы чей-то опыт все это перевариваю столкнулась с тем что тема удобрений не раскрыта для большинства людей и проблема в том что люди уже научились выбирать покупать удобрения нужные но не научились их вносить не так давно было у меня несколько вот прям подряд несколько диалогов с разными коллекционерами которые говорили вот я я вот удобряю а у меня все равно вот не ну не работает не растет вот не помогает что я делаю не так и начали мы разбирать в переписке и я столкнулась с тем же человек да я этим удобряю и этим удобряю и витамины даю и вообще вот я себе купила весь список который у вас и результатов нет давайте разбираться как бы может что-то не так может вам просто не подходите удобрения давайте смотреть и выяснилось что несколько людей отдавая удобрения дают их не регуля не регуляр регулярно регулярно дает их неправильно неправильно потому что вариант вот самый распространенный будто я давала давала летом активно ну раза два за лето самый наверное был такой средний показатель это ну я давала за лето три раза потому что раз в месяц же и ну мало ребята мало а тут надо брать упаковочку я всегда об этом говорю и читайте на упаковочке если на упаковочке на английском и привезено это не через какие-то государственные источники то есть там нету наклеечки о том но на русском с переводиком то тогда мы идем на сайт и смотрим где есть перевод к этому всему делу есть удобрения которые можно вносить раз в три-четыре дня и это означает а не означает что их прям надо каждые три-четыре дня но с ними можно почистить то есть их не надо носить раз в месяц их можно носить раз в неделю да даже зависит уже от ваших графиков от того как вы удобряете то есть если вы удобряете только по корням тут немножко вариант сложнее потому что вы подстраиваете удобрения под полив плюс зависимости от субстрата вы должны подстроиться так чтобы вы успевали промывать субстрат то есть проливать чистой водой чтобы вымывать лишние соли которые накапливаются на субстрате и и вот тут да когда вы по корням бывает тяжело так вот прям хорошо вносить удобрения много есть вариант конечно же добавить листовую подкормку мне она очень нравится я очень много удобрений даже скажем так большая часть удобрений у меня идет через листовую подкормку особенно в весеннее до середины осени периода и да это помогает вот хорошо их накормить они запасают и в общем то потом это все например зимой когда сильно для меня все таки падает то сколько я удобряю и для них соответственно у них есть откуда это все взять поэтому ребятки но удобрения они удобрения не работают если вы даете их два раза за лето то есть это ну считайте вы ничего не сделали добрение залог успеха с удобрениями это вот четкая систематичность это постоянство это периодичность то есть вы их их даете это не так что а я давала железо своим орхидеям у них не может быть хлороза вот в начале весны помню давала нет то есть это должен быть такой вот постоянный цикл это вот хотела сказать вот как мы с вами витамины пьем но к этому тоже многие относятся очень халатно не знаю это вот как знаете когда вы лечитесь да там и вот вам надо например у вас горло болит чтобы она не было красным рассасывать три каких-то таблетки в сутки допустим и вот вы приходите короче говорить вы знаете я купила не помогают обратно спрашивает а сколько сколько вы ели этих таблеточек рассосывательных что вам не помогать ну дня три назад одну и вот сегодня утром еще одну тогда да конечно вам это не поможет то есть надо все время помнить о том что есть вот график и вот пока вы по нему даете все круто но если вы даете от случая к случаю случайно и набегами это не считается это вообще никак не считается то есть не сказать что это дурная работа конечно но вот лично для вас это знаете как личная заморочка которая не приносит ничего для тех кто не хочет заморачиваться есть пролонгированные удобрения а многие против таких удобрений кто-то за ну я знаю тех кто так растит и это не только вот да там коллекционеры на территории украины или снг а гроуверы которые действительно профессиональные гроуверы и они растят собственно на пролонгированных удобрениях это удобно и суть суть в чем вы покупаете этот такие думаю многие видели они чаще всего в виде шариков иногда не бывают виде палочек но в виде палочек честно скажу не очень плоховастенькие лучше вот эти вот маленькие в виде шариков и они насыпаются субстрат при посадке и когда вы поливаете определенная доза удобрений высвобождается до при контакте с водой штука классная штука очень долгосрочная штуку которую не обязательно прям подмешивать внутрь внутрь субстрата можно насыпать поверху чтобы контролировать скажем так количество сколько там лежит для орхидеи лучше брать с показателями пониже мпк так и еще есть например специальные корзиночки очень крутая такая корзиночка маленькая на ножички туда насыпаются эти шарики вставляется сверху в субстратик и чем это круто вы можете поливать орхидею не задевая эту корзинку или вообще просто даже достав и и спокойно полить и это будет полив без удобрений потом эту корзинку вставляете и проливаете так чтобы вода проходила через эту корзинку с удобрениями и орхидея получает свою дозу удобрений это удобно и это действительно спасает тех кто не любит вот этих вот самых заморочек а поэтому если вы не любите заморочек но хотите хорошие здоровые растения если у вас по любым причинам не получается вот удобрять по графику неважно это ваши внутренние ощущения это факторы извне или еще что-то попробуйте вот пролонгированные удобрения действительно они имеют место быть они хорошо работают и многим они очень нравятся и очень подошли единственное не надо с жадностью их накладывать наложить побольше потому что тогда вы действительно можете пожечь корни и скажем так не берите с максимальными показателями нпк чтобы жирнее выросла орхидейка потому что но орхидейки немножко другие запросы а честно скажу не буду врать я не сильно прям спец в этих удобрениях я в них не ковырялась но я по моему не встречала который именно для орхидеи подобные хотя я думаю они должны быть в общем займитесь этим вопросом покопаетесь я думаю вы обязательно найдете они продаются продаются и у нас на территории украины многих продают поэтому найти их на самом деле не проблема вот тогда это будем наверное заканчивать я думаю мы с вами выяснили что от удобрений есть польза и видимый результат если мы делаем это постоянно и систематично если это не происходит два раза в год и мы на этом закончили также мы с вами выяснили что если это не для вас не подходит как просто для вас или же под ваш ритм жизни под ваши мироощущения не знаю в общем под ваши условия под ваши возможности не подходит обычное удобрение то у вас есть вариант купить вот эти самые пролонгированные удобрения и попробовать тут еще раз напомню что удобрения в палочках но по крайней мере которые я видела на территории украины которые я покупала мне не понравились но вот честно не зашли в палочках очень не очень мне зашли удобрения в палочках когда их покрошила мелко и но это я делала кстати с теми кто в земле то есть с другими своими растениями и я напихала везде вот на тыкала где только могла вот этих мелких кусочков и тогда да я увидела результат но когда я втыкала палочку где-то в одном месте даже рядом с корнями то есть там получалось так такой солевой ком мне не понравилось вот поэтому это мое личное мнение но я палочки не рекомендую вот так вот из своего опыта скажем так жидкие пролонгированные я честно скажу не пробовала но я в них не очень сильно верю я все-таки больше верю вот в шарики в шариках удобрения ну что ж на этом все большое спасибо всем кто досмотрел этот ролик до конца сейчас будут или уже есть наверное всякие окошки с другими роликами ссылка на мой канал также обязательно переходите в инфобокс там очень много интересных ссылок бывает бывает веселое описание мои же к моим роликам и конечно же ссылки ссылки на кто где я беру орхидеи удобрения травилки горшочки все 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 что у меня очень-то связано с орхидеями и на моей соцсети и там бывает побольше инфы чем здесь потому что есть какие-то маленькие моменты которые неудобно выкладывать в коротких роликах на одну-две минуты но зато удобно писать об этом статейки или комментарии под фото вот этого случившегося события и там же вы можете посмотреть мои орхидейные иллюстрации и поподробнее об этом всем почитать ну что ж еще раз большое спасибо ставьте лайки подписывайтесь если вы еще не подписались вдруг жмите колокольчик чтобы не пропускать видео и всем солнечных дней пышных цветений пока пока